Всего три вопроса. Ты любишь хорошую музыку? Тебе нравятся красивые песни? Ну и чего мы ждем? Погнали! Эпохальный французско-канадский мюзикл по роману Виктора Гюго, попавший в книгу рекордов Гиннеса как самый успешный. Над его созданием работали всего два человека. Люк Пламандон, написавший все тексты, и Рикардо Качанте, написавший всю музыку. А теперь представьте какой-то колоссальный труд. Ведь мюзикл включает в себя два акта, состоящих из 52 песен, за совершенно разных персонажей. Музыка была готова, тексты написаны, осталось только найти исполнителей, способных донести все это до слушателей. И они нашли. Элен Сигара, главная героиня цыганка Эсмеральда. Гару, Горбун Квазимода. Брюно Пельтье, поэт Грингуар. От его имени ведется повествование. Даниэль Лавуа, священник Фроло. Патрик Фьюри, Феб, капитан стражи. Желиза Нати, невеста Феба Флёр де Лис. Люк Мервиль, Клопен, приемный отец Эсмеральды и глава двора чудес. Их вокальные способности потрясающие. Нет ни одного кавера, способного хоть немного приблизиться к оригиналу. А ведь этот мюзикл ставили в нескольких странах с участием профессиональных артистов. Впрочем, вы сейчас все сами увидите. Топ-10 песен мюзикла Нотр-Дам. Поехали. Такой текст, да и с такой подачей. Без комментариев. Найденыш. В этой песне Квазимода обращается к своему приемному отцу. И благодарит его за то, что тот его выходил, обучил грамоте, да и вообще отнесся как к человеку. Несмотря на все физические недостатки, из-за которых родные родители его и бросили. Хоть Квазимода и чувствует, что между ними нет особой близости, он все равно полностью предан Фролу. Субтитры создавал DimaTorzok Так и живем, господа. Так и живем. Девятое место. Праздник шутов. Во время так называемого праздника шутов из толпы выбирают одного счастливчика. Если можно так выразиться. Коронуют его и провозглашают папой шутов. Отбор проходит исключительно по критерию уродства. Как не трудно догадаться, победителем становится Квазимода. Квазимода отфрендзонили до того, как это стало мейнстримом. Восьмое место. Птицы, которых сажают в клетку. На момент событий, происходящих в песне, Эсмеральда и Квазимода стали очень близки друг к другу. Песня строится на их разлуке. Ведь Эсмеральду бросили в темницу, а Квазимода ничего не знает об этом. И думает, что она сбежала с капитаном стражи или же ее вовсе убили. Не стоит забывать, что какими бы красочными эпитетами ни описывали город, всегда есть обратная сторона. Седьмое место. Врата Парижа. Песня поэта Грингуара о ночном Париже. Несмотря на всю ее необычайную красоту, он поет не о том, как же прекрасен город ночью, а скорее наоборот, что после захода солнца день сменяет ночь порока. Увидеть Париж и... С камеры для заключенных. Шестое место. Освобожденные. Всех бродяг, искавших убежище, бросили в тюрьму. Однако Квазимода помог им сбежать, так как среди них была Эсмеральда. Особенность данной песни в тандеме совершенно разных персонажей и, как следствие, совершенно разных голосов. Двое, на мой взгляд, сильнейших исполнителей, разделивших между собой самые тяжелые песни Гару и Брюно, в этом произведении звучат невероятно за счет контраста их голосов. За двумя зайцами погонишься, удвоишь добычу. Пятое место. Истерзаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капитан Стражи Фэб мучается от того, что не может определиться, с кем же ему быть. Со своей возлюбленной Флёр де Лис, которой он принес все клятвы. Или со Смиральдой, ради которой он готов их нарушить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не спрашивай, по ком звонит колокол, он всегда звонит по тебе. Хемингуэй. А как же те, о ком он молчит? Четвертое место. КОЛОКОЛА. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Песня Горбуна Квазимода о том, что он чувствует, когда звонит в колокола. Каждый из которых используется по особому поводу. Квазимода признается, с какой болью он звонит в колокол, предназначенный для венчания. Со словами о том, что этот колокол никогда не зазвонит в его честь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брюно Пельтье великолепный певец. И если следующее исполнение вас не впечатлит, то, скорее всего, вы подписаны на Китай Бугага. Третье место. Луна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Композиция раскрывает поэта Грингуара как сострадающего человека. Ведь он один из немногих, кто понимает, насколько тяжело живется бедному Квазимода, лишенному любви и заботы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второе место занимает композиция, открывающая данный шедевр. Время соборов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно с этой песни начинается погружение в данный шедевр. Разумеется, песня, открывающая представление, должна бить своим колоритом, чтобы зритель сразу понял, чего стоит дальше ждать от мюзикла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое место занимает произведение, знакомое всем и каждому. Самая известная песня мюзикла. Белль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этой песни Квазимода, фролла и фэб признаются в любви эсмиральди. Возможно, я отношусь предвзято к этому мюзиклу. Но, наверное, это одна из самых красивых песен, написанных когда-либо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое за просмотр, пишите, было ли вам интересно, какие песни вам понравились больше всего. Оценивайте видео, вступайте в группу, вся музыка с выпусков есть там. И там будет проходить голосовалка для выбора следующей темы. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА